Вот такой дорожный знак вызвал резонанс среди казанских водителей. Но со вчерашнего вечера его как не бывало. Красный свет снова без всяких поблэшек. Табличка провисела всего сутки. Сегодня от знака на перекрестке декабристов и горсоветской лишь фотографии и уже неактуальное обсуждение в соцсетях. О нем писал в инстаграме и глава Кировского и Московского районов. Установили для удобства автомобилистов. Эксперимент всероссийский. Новые знаки уже есть в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. В Казани он был первым и единственным. Водители во мнениях разделились. Да что-то я даже не обратил внимания. Я смотрю на основные знаки и все. Плохо было. Ну, как бы никому не мешаешь, пожалуйста, направо поворачивай. Для людей будет дико. Все привыкли стоять, ждать. Ну, как бы менять что-то никто не захочет, я думаю. Теперь менять, похоже, и не придется. Знак из час-перекрестка по инициативе госавтоинспекции. В связи с тем, что установка экспериментального знака «Уступи всем и можно направо» была проведена без обязательной процедуры обсуждения проекта изменения организации дорожного движения и вынесения соответствующего постановления исполкома отделом ГИБДД. Показание было выдано предписание на демонтаж указанной таблички. Действительно, без такой процедуры знак не имеет законной силы. Поэтому в случае фиксации проезда на красный водителям, которые успели воспользоваться нововведением, может прийти штраф в тысячу рублей. Любой водитель, когда едет, видит какой-то знак, он обязан ему следовать. Он не знает, правильно знак установлен, неправильно, он просто не может этого знать. И на основании этого, что знак был неправильный, а он следовал этому знаку, ну, обжаловать это соответствующее постановление, соответствующий штраф. При этом юрист, как и многие водители, надеется, что процедуру согласования все же проведут, а знак вернут на место. Ведь такой правый товорот, как правило, не мешает остальным участникам движения, зато пропускную способность трассы увеличивает примерно на 15%. Наталья Марс, Медлераев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова